До того, как появилась космическая наука, некоторые люди считали Библию мифологией. Однако сегодня наука доказывает, что Библия истинна. 3500 лет назад представление о Вселенной в Бронзовом веке было далеко от истины. Древние индийцы верили, что Землю поддерживают священные животные. Древние шумеры думали, что пространство плоское. Люди не могли даже представить себе, что Земля подвешена в пространство. Однако в книге Иова, написанной 3500 лет назад в Бронзовом веке, знания современной астрономии уже были записаны. Он распростер север над пустотою, повесил Землю ни на чем. Библия изображает Землю так, как будто ее сфотографировали со спутника. Книга Иова была написана 3500 лет назад в Бронзовом веке. Удивительно, но знания о современной астрономии были записаны в книге Иова в Бронзовом веке. В эту современную эпоху хорошо известен факт, что Земля парит в пространстве. Но было ли это общеизвестно в Бронзовом веке? В 1687 году Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения и доказал, что Земля парит в пространстве. До этого люди не верили словам Библии, которые гласят «Земля висит ни на чем». Однако по мере развития науки было доказано, что записи Библии правдивы. 3000 лет назад Библия также написала о вращении Солнца. «И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполен, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Однако только в 20 веке человечество обнаружило, что Солнце вращается вокруг центра галактики. Бертил Линдблат доказал, что Солнце вращается со скоростью около 250 км в секунду. Доказано, что библейские записи о вращении Солнца правдивы. 3500 лет назад Библия правильно описала внутреннее строение Земли. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Это базовые знания науки о Земле, что под землей, где мы стоим, есть слои горящей жидкой магмы. Однако до XIX века люди считали чушью Божьи слова о том, что на Земле есть огонь. Это потому, что внутреннее строение Земли не было обнаружено до XX века. Через развитие науки доказано, что Библия истинна. 3500 лет назад никто не знал о круговороте воды. Однако в Библии, написанной 3500 лет назад, уже было сказано о круговороте воды. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Есть три стадии круговорота воды. Испарение, конденсация и осадки. Миллионы тонн воды испаряются из рек и океанов под действием солнечной энергии. Когда эти пары конденсируются, они становятся облаками. И когда пар в облаках сталкивается друг с другом и становится каплями воды, идет дождь. Круговорот воды был неизвестен до XVI и XVII веков, когда Пьер Перро и Эдмунд Мариотти открыли его экспериментально. Также наукой доказано, что Библия истинна. Величайшие ученые в истории с помощью науки были абсолютно убеждены в том, что Бог существует и что Библия истинна. Благий Бог сотворил для нас порядок во Вселенной. Прекраснейшая система Солнца, планет и комет могла возникнуть только по совету и владычеству разумного и могущественного существа. И из-за своего владычества он будет называться Господом Богом. Научные открытия показывают, что Вселенная соответствует религиозным взглядам. Следовательно, Библия истинна. Он содержит записи научных фактов, которые были открыты в современную эпоху. Всемогущий Бог достаточно продемонстрировал свое величие как в Писаниях, так и в науке. Проблема не в недостатке со стороны Бога, а скорее в нашей тусклости. Мы должны верить Библии, потому что это единственная книга, которая может привести нас ко спасению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова